Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим топовый аппарат компании Realme под названием GT Neo 2, который совмещает в себе практически идеальный баланс технических характеристик за свою цену. На старте продаж 11.11 его можно было взять за 330 долларов или 24 тысячи рублей, что как для аппарата на 880 драконе очень круто. Сейчас, конечно, такой вкусной цены на него нет, и уже в наших магазинах за него просят порядка 33 тысяч, что, откровенно говоря, не очень. Но если сравнивать его с конкурентами в лице OnePlus Nord 2, то еще нормально. А вот в сравнении с Poco F3 ценник, конечно, уже кусается. Хотя сейчас и в Китае цены на него выросли. Ну да ладно. Как вы уже догадались, делая обзор на GT Neo 2, в этом видео мы как раз сопоставим все эти три аппарата вместе, дабы понять, насколько он оправдывает свои вложения, и в чем он будет выигрывать или проигрывать в сравнении с конкурентами от других брендов. Так что садитесь поудобней, вы на канале Smart Life. Поехали! В комплектации найдете различную инструкцию, темно-серый силиконовый чехол, кабель из Vita FC, зарядное устройство на 65 ватт, ну и, само собой, смартфон с уже наклеенной защитной пленкой на экран. Выпускается смартфон у нас в трех цветовых решениях, сине-голубом, зеленом и таком вот темно-сером, как в моем случае. Диагональ его составляет 6,6200 юмов при соотношении сторон, 29 и Full HD+, разрешение. Матрица у нас здесь AMOLED, имеет повышенное частотное влияние экрана 120 Гц, также у нас частота дискретизация сенсорного слоя, скорость озвучивости тача очень крутая, 600 Гц, самая такая вот максимальная, которая мне встречалась в смартфонах. 2,5D технология применена, естественно, олеофобное покрытие на пленочке нормальное, пленку снимать не рекомендую, как обычно, там олеофобочка будет у вас слабая. Значит, что мы видим в верхнем левом углу? Вырез под фронтальную камеру, диаметр выреза не сильно большой, по центру разговорный динамик, индикатора событий нет, но функция Always-On Display присутствует, толщина нижнего подбородка не сильно большая, 3 мм составляет, на верхней грани расположилось отверстие микрофона громкой связи либо шумоподавления, внизу разъем для подзарядки Type-C, перфорация под разговорный динамик и отверстие под разговорный микрофон. Ну, естественно, у нас здесь расположился лоток под сим-карты. К большому сожалению, лоток у нас только под две наносим карточки, то есть с микро-SD карточкой память, к сожалению, вы расширить не сможете. Но, обращая ваше внимание, есть такая вот резиновая прослоечка для того, чтобы внутрь вода не попадала. Небольшая степень защиты от воды у нас имеется, брызг, точнее так сказать. А с правой стороны кнопка питания, в которую не встроен сканер щитков пальцев, она просто рельефная, сканер у нас здесь подэкранный. И с левой стороны кнопки регулировки громкости. Также текстуру никакую у нас уже тут не имеет, только с правой стороны в кнопке питания текстура. А сзади, сзади расположилась надпись компании Realme, различная ненужная информация и блок камер, состоящий из трех модулей и также две раздельные вспышки. Обращая ваше внимание, смотрите, видите, вспышка такая вот, желтый оттенок и такой вот холодный оттенок с изодиода. Это прикольно-прикольное решение. Значит, задняя крышка у нас выполнена из стекла, матовое такое вот стекло. Отпечатки пальцев, да в принципе, не сильно заметны. То есть, в целом, ну да, конечно, в темном цвете немножко они, может быть, будут заметны, но не так вот, чтобы сильно. Я знаю, в том же Poco, в третьем, там отпечатки пальцев очень сильно заметны в таком вот черном цвете. Здесь такой вот проблемы не наблюдается. Значит, по материалам корпуса боковая грань у нас уже пластиковая. То есть, здесь не металл, здесь идет такой вот пластик, ну, хотя внутри там, думаю, что металл, конечно, естественно, есть. По сборке никаких деформаций, все в порядке, все хорошо, ничего не тарахтит, крышка нигде не прогибается. По сборке тут у нас полный порядок. Давайте по габаритам сопоставим его с Poco F3. Смотрим, Poco F3 немножко побольше будет по габаритам и по ширине, и по высоте. То есть, небольшое различие имеется, ощущается. Но не сказать, что прямо-таки эргономика сильно различается. Ну и передний экран, тут у нас, конечно, различия есть. Вырез по центру, вырез сбоку, ну, подбородок. И там, и там у нас идентичный. Ну, диагонали, естественно, у Poco F3 будет побольше немножко. Теперь в сравнении с OnePlus Nord 2, смотрите, в таком сером цвете, чем-то схожи смартфоны. Nord 2 уже будет покомпактнее, напротив, он более компактный смартфон. Так вот различаются, и оттенок серого различается. Различается. И тут уже у нас вырез и там, и там, в левом верхнем углу расположился. Так что тут, в принципе, тоже небольшое различие. То есть, Realme GT Neo 2 у нас такая вот золотая середина между Poco F3 и Nord 2. Давайте посмотрим, как смотрится в комплектном силиконовом чехольчике аппарат. К слову, видите, вот в Realme GT Master Edition Neo 2 все чехлы почему-то непрозрачные, такие вот серые. Прикольное исполнение, хотя если покупать смартфон в светлом решении, и серый чехол не особо прикольно будет. Ну, чехольчик такой вот матовый, в целом нормальный. Как по мне, лучше, чем прозрачный. Прозрачный со временем темнеет, это темнеть не будет, потому как он и без того серый. То, что чехол есть, уже даже очень даже неплохо. Забыл сказать про камеру, которая в комплектном силиконовом чехле у нас не выпирает, перекрывается, все в порядке. Ну, и передний экран также чехол перекрывает. То есть, на ровную поверхность можно класть без опаски, что у вас поцарапается пленочка, либо экран. В общем, в целом, сборка и внешний вид хорошая. Аппарат тут претензий смартфон не вызывает. В целом, и эргономика удачная, не сильно большой, и дизайн лично мне зашел. Работает смартфон у нас под управлением фирменной прошивки Realme UI версии 2.0 на базе 11-го андроида. Прошивка, само собой, глобальная, с поддержкой беспроводного обновления и с полным переводом на русский язык. Быстренько приближимся по основному функционалу. В экране можно регулировать цветовую температуру дисплея, более такие вот теплые, более холодные. Откалибровано по стандарту все адекватно и нормально. Тут также можно менять цветовую насыщенность самого экрана. То есть, более такие вот нежные, более яркие, пускай будут вот такие вот более насыщенные тона. Также у нас здесь есть продвинутые настройки повышения резкости видео, улучшения цветопередачи видео. И еще вот здесь на дополнительных настройках есть яркий режим для HDR-видео. То есть, такие вот продвинутые настройки по всяким параметрам экрана. Часто на линии экрана либо автовыбор, либо стандартный 60 Гц, либо 120 Гц. Будет постоянно у вас такая вот быстрая и плавная картинка, что, безусловно, порадует. К слову, сразу хотелось обратить ваше внимание, то, что DC Dimming функция тут у нас есть. Присутствует коэффициент пульсации. Естественно, при выключенной функции будет, видите, высокий. При DC Dimming пульсация будет поменьше. Но о ней немножко попозже расскажу. Но самое главное, что меня, в принципе, порадовало, то, что тут у нас DC Dimming работает в режиме 120 Гц. Как вы помните, в том же Xiaomi 11T, там при 120 Гцах DC Dimming не работает. Здесь работает во всех режимах, и 60, и 120. То есть, это очень даже хорошо. А также вот в звуках и вибрациях можно регулировать интенсивность вибраций. Вибромоторчик здесь хороший, то есть, приятный виброотклик. Можно под себя виброотклик, тактильную отдачу немножко подрегулировать и поднастроить. Это тоже хорошо, то есть, регулируется виброотклик. Ну, а так, в принципе, стандартная прошивочка. Верхняя шторка вот классическим образом выглядит. Все под себя, естественно, настраивается. Снизу вверх список наших всех основных приложений. Google сервисы, само собой, у нас здесь предустановлены. FM радио, к сожалению, тут у нас нет. Звонилка у нас здесь. РСТ версия. Ну, обычно есть это глобальная, либо российская версия, когда вы покупаете на Алиэкспресс. Вот я покупал российскую версию. Тут звонилка у нас присутствует, и поэтому, видите, запись звонков была. Все в порядке, никаких проблем нет. Если будете покупать глобальную версию, там будет звонилка от Google, поэтому там записи звонков будет только с уведомлением, с кем вы разговариваете. Так что, по возможности, если для вас это важно, берите непосредственно российскую версию данного аппарата. Ну, а так, что еще сказать. В принципе, все работает шустро, четко, оперативно. То есть, по программной составляющей тут все у нас замечательно. Ну, давайте очистим все приложения с памяти. Запустим ряд приложений. Play Market, как открывается, Chrome, сайт читается, какой-нибудь соцсеть, Facebook и типа YouTube. Ну, как видите, все отрабатывает просто молниеносно, открывается шустро, быстро. То есть, по программной составляющей это классный, идеальный смартфон. Никакой рекламы, все есть, звонилка есть. Ну, как бы из-за недочетов, разве что можно только отметить отсутствие FM-радио. Ну, для многих это не сильно такой вот существенный минус. А так, в остальном, прошивка реально топовая. Проверим работу сканера очистков пальцев. Смартфон здесь все подэкранные, отрабатывает, можно сказать, молниеносно. Никаких проблем нет. Функция Face Unlock тоже работает быстро и оперативно. Работает смартфон под управлением процессора Snapdragon 870. Тот же самый 865+, просто переименованный. Выполненный по 7-минометровому техпроцессору. Графический чип Adreno 650. Разрешение Full HD+. Плотных с пикселей составляет 398 ppi при этой диагонали. 120 Гц, напоминаю. Оперативной постоянной памяти 8128 в моем случае. Но также есть повышенная версия на 12256. Касаемо датчиков. NFC, само собой, у нас здесь все присутствуют. И весь остальный набор датчиков тоже отличный. Магнитный сенсор, то есть компас, гироскоп, освещение, приближение. Обращаю ваше внимание, что приближение не цифровое. Стандартное, отрабатывает в любом положении. На Poco F3, как вы помните, там идет такой вот цифровой. Мультитач на 10 касаний, поэтому тут у нас также может похвастаться смартфон на повышенную частоту дискретизации сенсорного слоя на 600 Гц, чего нет таких вот высоких значений у Nord 2 и Poco F3. Wi-Fi модуль также работает хорошо. Через 4 стены пробивает сигнал без проблем. Поддержка полосы в 5 Гц есть. Теперь смотрим на результаты тестов Antutu в сравнении с Nord 2 на Dimensity 1200 и в сравнении с Poco F3 на таком же процессоре в 870. Как видите, тут смартфон будет обходить своих собратьев. У него самые такие вот высокие значения. Далее Geekbench 5-й версии. Ну, как видите, в 1DM-тесте он превосходит Poco F3, но в многодерном почему-то самую малость ему уступает. Dimensity будет показатели выдавать более низкие. Далее посмотрим на графические возможности на примере теста WideLive. Тут также показатели будут самые высокие, хотя, в принципе, разница между тем же Dimensity и Poco F3 не так сильно заметна, чтобы на этом акцентировать внимание. А вот на чем я бы акцентировал внимание, так это на устойчивом тесте WideLive Extreme Test Test. Это у нас показывает, насколько смартфон будет подвержен непосредственно игровому троттлингу, то есть при долгом геймплее, насколько будет падать производительность. И смотрите, у этого смартфона производительность вообще не падает. Устойчивость 99%. Это говорит о том, что в игровом плане он не будет терять производительность. То есть система охлаждения здесь реализована хорошо, и поэтому у него очень хорошие показатели в сравнении с Nord 2 и с Poco F3. Но тут значение вообще отличное, можно сказать, идеальное. Также посмотрим на показатели KPU Trotting Test. 100 потоков 60 минут. Это у нас непосредственно уже процессорные возможности, не графические. И тут также результат будет проявлять себя лучше, чем в Poco F3 и Nord 2. То есть система охлаждения у этого смартфона, значит, реализована более лучше. Далее посмотрим на значение теста скорости оперативной постоянной памяти. По постоянной памяти результаты, в принципе, соизмеримы с конкурентами. Где-то немножко лучше, где-то немножко хуже. Но в целом я бы оставил все на одну ступень. По оперативной памяти, ну вот видите, Nord 2 будет врываться вперед. Хотя у него LPDR 4X, здесь LPDR 5, как и в Poco F3. Но почему-то вот в реализации 870-го дракона оперативная память во всех смартфонах, я сколько раз не тестировал, и выдает в этом тесте не особо высокие значения. Не знаю почему, но вот факт остается фактом. Далее давайте коснемся экрана. Значит, что можно сказать по пульсации? Давайте я выключу свет. Ну, в принципе, вы и так уже, в принципе, заметили, что здесь есть DC-димминг, и коэффициент пульсации не особо высокий. Но если говорить, вот я сейчас выключаю DC-димминг, видите, пульсация такая вот ощутимая. По прибору без функции DC-димминг до 40%, как у того же Poco F3. Если я включаю функцию DC-димминг, то показатели падают максимально до 20% по моему прибору Radex Solupin. Это хорошее значение, то есть, если сравнивать с тем же Nord 2, там вообще под 80% выдает прибор. Здесь же пульсация 20%, это очень хорошее значение, то есть, зрения у вас уставать однозначно не будет. Это очень круто, и поэтому в этом плане у смартфона, конечно, есть преимущество в сравнении с Poco F3, и тем более в сравнении с Nord 2. По непосредственно экрану, по максимальной и минимальной яркости, ну, в принципе, наравне с Nord 2. Poco F3, конечно, в автоматической яркости будет выдавать более высокие значения, но, опять-таки, ну, не знаю, когда это будет задействоваться, то есть, те полные максимумы в Poco F3 на ярком-ярком солнце, возможно, то есть, при таких вот стандартных использованиях и в ручной яркости показатели у всех смартфонов, в принципе, соизмеримы. Давайте сопоставим непосредственно цветовую гамму, цветовой спектр смартфонов. Конечно, тут нужно еще попасть в так, чтобы яркость была и там, и там примерно одинаковая, но я вам так хочу сказать, то, что вот если вот так вот лоб-лоб сравнивать, вы никогда не определите, где какой смартфон будет лучше и от какого смартфона экрана вы сейчас смотрите, потому что вот под цветовой гамме, под цветовому спектру все смартфоны, можно сказать, идентичны, то есть, и глубокий черный цвет, амолит-экран, и вот насыщенность, везде у нас она практически одинаковая. Есть главное различие, это только в том, что вот пульсация. Пульсация у NEO 2 будет, ну, значительно лучше, чем у Nord 2, и, ну, в два раза лучше, чем у Poco F3. То есть, если говорить за то, будет ли у вас уставать зрение, именно в этом смартфоне зрение у вас уставать не будет, точнее, глаза уставать не будут, и зрение у вас, вы сможете свое сохранить. Так что в этом плане данный аппарат, безусловно, будет являться главным фаворитом. Смартфон работает во всех необходимых сетях, имеет поддержку всех необходимых бендов. И также у него есть запас на будущее, потому как аппарат у нас поддерживает сети пятого поколения. А качество разговорной динамики и микрофона отличное. Собеседника слушал без каких-либо вообще намеков на подхлепывание, он меня тоже слышал отлично. Звук в наушниках также здесь годный, IPX есть, Dolby Atmos есть, а это значит, имея хорошие наушники, качественные, уверяю вас, будете в полной мере довольны звучанием в наушниках. И я вот сравнивал в сравнении с Poco F3 и Nord 2, в принципе, звучание здесь такое же, как на Poco F3. На Nord 2, как вы знаете, Dolby Atmos нет поддержки, тут Geek Audio функция, и вот по запасу громкости Nord 2 будет самым малостью уступать по звуку в наушниках в сравнении с этими двумя смартфонами. Так что по звуку в наушниках Nord 2 я бы поставил более низкий балл. Давайте проверим звучание внешних динамиков у всех трех смартфонов в стерео. Давайте послушаем, насколько стерео у них различается. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что могу сказать, друзья. В целом я бы поставил всем трем смартфонам одинаковый балл. Какой-то большой ключевой разницы по звучанию внешних динамиков лично я не услышал. Может быть есть небольшая разница в нотках, но она в общем мизерна, поэтому все три смартфона по стерео-звуку выдают качественный хороший звук, без каких-либо намеков на подхлипывание и объемностью всех трех аппаратов отличная. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице сегодня такая вот туманная, пасмурная погода. Ну несмотря на такие вот тяжелые условия для GPS-навигации, спутники ловит он быстро и оперативно. В районе 30 спутников ловит. GPS-глубовая поддержка есть. А значит с навигацией тут все у нас отлично. В игровом плане смартфон себя проявил очень даже хорошо и круто. То есть здесь реализация данного чипа, я бы сказал, что самая такая вот удачная. Если сравнить с тем же 870 драконом в Poco F3, тут просадок не наблюдается. Я вот играл в Genshin Pack где-то более получаса и никаких просадок не наблюдалось. То есть FPS колебался в районе там 50-60 кадров в секунду. Это очень хорошо. И тут также нет снижения яркости, как у того же Poco F3. Как вы знаете, там при долгом геймплее начинается снижение яркости до 75 кандел. Тут такой проблемы не наблюдается. То есть комфортно сможете играть во все современные игры на полных максимальных настройках графики. И все у вас будет отлично. То есть однозначно данный аппарат будет получше Poco F3. Сравнивать его с Nord 2 в принципе тоже можно. Но Nord 2 Genshin Pack также на максималках комфортно тянет без просадок. Но если говорить по таким вот синтетическим тестам, как вы помните, у Nord 2 все-таки просадочки больше наблюдаются при таких вот максимальных пиковых нагрузках в графических тестах. Так что можно констатировать тот факт, то что по играм все-таки у данного смартфона будет преимущество и перед Nord 2. Но перед Poco F3 однозначно преимущество, как говорится, налицо. По нагреву. Нагрев корпуса здесь достигается до показателей в 46 градусов. Дискомфорта я не испытывал. Все здесь в порядке и отлично. Если говорить за конкурентов, то там показатели примерно такие же. Какой-то большой такой вот ощутимой разницы по нагреву вы не заметите. Так что в общем и целом и с играми у смартфона полнейший порядок, и с нагревом тоже тут все хорошо. Перегрева не наблюдается. Давайте проверим яркость фонарика. Выдает порядка 220 люкс. Достаточно неплохие значения, такие же, как и у Nord 2. Poco F3 250 люкс, самую малость будет поярче. Значит, что касаемо камеры. Камера у нас имеет здесь три модуля. Основной сенсор у нас на 64 мегапикселя от Samsung. Также у нас 8 мегапиксельный есть широкоугольник и 2 мегапиксельный макро, что, честно говоря, не очень. Poco F3 по основному объективу проигрывает, но выигрывает за счет макро объектива более крутого. OnePlus Nord 2 выигрывает за счет более крутого основного объектива. Да, он там на 50 мегапикселей, но он с оптической стабилизацией, и поэтому будет, безусловно, более крутым. И плюс там такая вот возможность у объектива основного будет получше. Но у Nord 2 нет макро объектива. Так что этот аппарат имеет, я бы сказал, что такую вот самую гармоничную связку в сравнении с конкурентами. То есть тут у нас такая вот золотая середина. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть интересного в настройках. Ночной режим, естественно. На запись видео максимально, но здесь поддерживается 4К 60 кадров в секунду, чего, к сожалению, нет у конкурентов, следует выделить. Но, к сожалению, в этом режиме нет стабилизации. 4К 30 кадров в секунду и Full HD 60 и 30 кадров в секунду. Стабилизация работает хорошо, без особых проблем. Естественно, она у нас электронная, не оптическая. Ну и также тут у нас ускоренная съемка, двухоконный режим. В принципе, параметров здесь достаточно много. Ну, как я уже сказал, в принципе, по фотовозможностям и видеовозможностям этот аппарат будет иметь самый такой вот оптимальный баланс. До Nord 2, к сожалению, не дотягивает, но по KF 3 однозначно будет обходить. По фронтальной камере. Она здесь тоже достаточно хорошая, сравнимая с конкурентами. В общем, смотрите, примеры фото и видео в сравнении с конкурентами. И сейчас более детально все оценим. Но, как по мне, данный аппарат имеет как раз самую такую вот сбалансированную связку по камерам. Давайте произведем сравнительный тест наших камер. Значит, запись, где сейчас производится, в 4К разрешение 30 кадров в секунду на всех устройствах. Давайте посмотрим на работу автофокусировки, как она показывает себя в разных аппаратах. Теперь давайте пройдемся, посмотрим на работу стабилизации. Напоминаю, что на OnePlus у нас оптическая. В Realme и Xiaomi у нас идет электронная стабилизация. Далее давайте произведем зуммирование. Насколько зум различается в разных смартфонах. Ну и также можете посмотреть на уровень детализации со стабилизацией в разных аппаратах. В целом могу констатировать тот факт, что в принципе в 4К разрешении 30 кадров в секунду все смартфоны снимают годно. Насколько различие ощутимо, тут уже решайте непосредственно сами. Теперь давайте переключимся в режим повышенной частоты кадров. Full HD разрешение во всех смартфонах сейчас снимаю. Проверяем работу автофокусировки. Как она показывает себя. В разных аппаратах. Также давайте пройдемся посмотрим на работу стабилизации. Пока, как видите, стабилизации нет. На OnePlus и Realme есть. Но напоминаю, что на OnePlus у нас стабилизация оптическая. На Realme у нас цифровая. Зуммирование давайте произведем. Посмотрим на различия в детализации и стабилизации. Тут, конечно, пока главный проигравший. Ну что могу сказать. В целом, качество видеозаписи на OnePlus и Realme хорошее. А вот на пока, конечно, слабое. Ну и также давайте сопоставим записи видео с фронтальных камер. Full HD разрешение. 30 кадров в секунду на всех смартфонах. Ну и везде у нас есть стабилизация. В целом, качество видеозаписи можете оценить сами, насколько различается. Как я вижу, какой-то большой ключевой разницы нет. Угол захвата вроде бы как везде одинаковый. Стабилизация держится хорошо. Да, и по динамическому диапазону у всех смартфонов полный порядок. А также давайте сопоставим ночную видеозапись трех аппаратов. Можете посмотреть, как вот при таких вот тяжелых условиях показывают себя смартфоны. Режим искусственной съемки выбран во всех трех аппаратах. Насколько шумы различаются. Давайте вот посмотрим на контровое освещение, на звездочку, как по-разному снимают камеры. Давайте вот на снеговичка оценим видеозаписи. Вот тут еще один персонаж. Санта. Ну тут у нас вообще полная темнота, полный мрак. Можете посмотреть, насколько по шумам различаются камеры. Пишите в комментариях, какая видеозапись нравится вам больше. Ну а теперь давайте перейдем к нашему сравнительному фотоанализу. Начнем с широкоугольным объективом. Как видите, угол захата, в принципе, у всех трех смартфонов идентичный. Но вот по динамическому диапазону POC F3 будет проигрывать. Как-то у него получился снимок широкоугольника более темный. Особенно это заметно на таких вот темных участках сцен. Видите, как-то тут чересчур все у нас темно. Немножко получше, мне кажется, у GT Neo 2. Ну OnePlus Nord 2, в принципе, от Neo 2 не сильно отличается. Давайте на другом снимке рассмотрим широкоугольный объектив. Вот тут, опять-таки, видна разница то, что на POC F3 будет все-таки снимок самый худший. Лучший здесь, мне кажется, уже Nord 2. GT Neo 2 немножко будет отставать, но незначительно. Ну и еще одну локацию широкоугольного объектива. Вот по общему снимку мне здесь больше всего нравится Neo 2. А Nord 2 вроде бы не так вот контрастно и выразительно будет показывать. А вот POC F3 явный аутсайдер. Так что, в целом, по широкоугольному объективу я бы поставил на первое место, ну, не знаю, наверное, Neo 2 и Nord 2 можно разделить пальму первенства. А проигравший тут явно POC F3. Теперь перейдем к основному объективу. Делаем кроп и наблюдаем разницу, насколько в стандартном режиме разница между смартфонами будет заметна. Ну, не знаю. Вот тут, ну, мне кажется, вроде бы как Neo 2 немножко получше справился на этой локации. Хотя, опять-таки, разница не столь уж и значительна. Переключимся на следующую сцену. Опять-таки, делаем кроп. И что мы здесь видим? А то, что опять у POC F3 немножко снимок получился более темный на Neo 2. Он самый такой вот светлый. По динамическому диапазону мне он нравится больше всего. Nord 2, наверное, золотая середина. И последняя локация. Опять-таки, по общему снимку мне больше нравится по контрасту Neo 2. POC F3 немного более такие вот темные снимки получились. Nord 2, наверное, самый такой вот естественный. Тон, если сравнивать в таком вот сравнении. Делаем кроп. И по детализации, что тут можно сказать? Немножко Nord 2 мылит. Но, опять-таки, не сильно принципиально. В целом, наверное, опять-таки POC F3 будет в проигрыше. Nord 2 и GT Neo 2 я поставлю, наверное, одинаковый балл. А теперь давайте переключимся в режим повышенного разрешения. Напоминаю, то, что в POC F3 у нас на 48 Мп. У OnePlus Nord 2 50 Мп, Neo 2 у нас на 64 Мп. И по детализации вроде бы как Neo 2 должен быть получше. Но немножко у него картинка получилась более шумная в сравнении с POC F3. Nord 2 мылит. Вот я не знаю почему. Вот в режиме повышенного разрешения есть такая вот проблема у Nord 2. По сути, он в режиме повышенного разрешения не очень хорош. По динамическому диапазону мне больше нравится, опять-таки, Neo 2. То есть, в режиме повышенного разрешения небольшое преимущество у Neo 2 перед POC F3 все-таки присутствует. И последняя локация в режиме повышенного разрешения. Опять-таки, Nord 2 главный проигравший. Снимок получился таким вот немного размытым. POC F3 и Neo 2, в принципе, тут, наверное, каждый найдет своего победителя. POC F3 не так шумит, если говорить по его преимуществам. Но вот по детализации, мне кажется, все-таки у Neo 2 небольшое преимущество перед F3 присутствует. Теперь давайте перейдем к ночным фотографиям. Делаем кроп, и тут сразу видно невооруженным взглядом то, что POC F3 будет главный аутсайдер. А главный фаворит уже Nord 2. Все-таки у него камера выдает в темноте более резкие и качественные снимки. Neo 2 получается у нас такая вот золотая середина. Ну, давайте вот на игрушке вот это и сфокусируемся. Посмотрим то, что на POC F3 тут, видите, все-таки вот шумы присутствуют больше. Немножко смазов больше. Nord 2 наилучшимся образом показал. А вот Neo 2 это как раз такая вот золотая середина. Далее переключимся в ночной режим сцены. Тут уже ситуация более-менее выравнивается между каждым аппаратом. Таких вот смазов на POC F3 нет. Но все равно видно то, что он отстает от Nord 2 и GT Neo 2. Если вот так вот сравнивать Nord 2 и GT Neo 2, наверное, в ночном режиме, можно сказать, что небольшое преимущество все-таки у Nord 2 имеется. Как-то вот снимок получился более таким вот светосильным. Ну, а POC F3 тут, конечно, главный аутсайдер. В целом, по ночным снимкам, ну, вот Nord 2 у нас будет главный фаворит, а проигравший POC F3. Но отставание у него не такое уж и большое. Давайте рассмотрим еще пару снимков с ночной локации, стандартной нашей привычной. В принципе, вот видите, здесь я делаю кроп, и вот разница между смартфонами вообще практически незаметна. Ну, опять, POC F3 может быть немножко резкости не хватает. Но в целом, можно сказать, что все три аппарата с этой задачей справляются на ура. И последняя стандартная локация в ночном режиме. Делаем кроп, и опять-таки, видите, разница между аппаратами не сильно уж и большая. Но все-таки динамика лидеров в лице Nord 2 сохраняется, а аутсайдер, как по мне, POC F3. Далее сопоставим макрообъективы. Напоминаю, то, что в Nord 2 макрообъектива нет, но вот здесь я сделал снимок с основного объектива с цифровым приближением. И, по сути, он замечает такой вот никудышный макро в Neo 2. А POC F3 по макро-режиму, естественно, будет самый лучший, потому как у него макрообъектив на 5 мегапикселей, и поэтому по детализации, по таким вот снимкам с близкого расстояния он будет в выигрыше. Ну, а Neo 2 с своим 2-мегапиксельным макро, по сути, является таким вот бесполезным. Думаю, что здесь также можно делать снимок с основного объектива и приближать по цифровому приближению, и снимок будет наравне с Nord 2. Далее давайте сопоставим снимки с фронтальных камер. Тут, в целом, можно сказать, что все смартфоны примерно себя показывают на одном уровне. Какой-то такой вот большой разницы между аппаратами я не наблюдаю по детализации, все идентично. По углу обзора, по цветовой гамме также, в принципе, все смартфоны себя проявили хорошо. Как и портретный режим боке, во всех аппаратах проявил себя достаточно хорошо. Неправильное выделение контура я нигде не заметил, и в целом, с этой задачей все смартфоны справились на отлично. Ну и начну с снимок с фронтальных камер, тоже такого вот явного фаворита или аутсайдера, как по мне, не вывел. Немного различает цветовой тон лица, как по мне, пока и в третьей получился, я тут немножко бледноватый. На GT Neo 2 и Nord 2 лицо получилось более естественное. Хотя, опять-таки, тут, наверное, каждый может найти своего победителя. Емкость встроенного аккумулятора оставляет 5000 мАч. Давайте посмотрим на результаты разряды смартфона в разных условиях. За 10 часов воспроизведения видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости смартфон потерял всего лишь 45%. А час игры в Asphalt 9 при средних значениях яркости смартфон теряет в среднем порядка 14%. Ну и за ночь при активности карте у него разряд произвелся на 2%. Для сравнения можете посмотреть на показатели Poco F3 и Nord 2. Как видите, у данного аппарата есть преимущество благодаря более емкому аккумулятору и, в целом, благодаря более такой вот оптимизированной прошивке. В режиме ожидания он не разряжается, как тот же Nord 2 и Poco F3. Поэтому это тоже очень такой вот хороший показатель. Так что по автономности данный аппарат однозначно будет превосходить своих собратьев, точнее конкурентов. Быстрая зарядка тут у нас также поддерживается. Такая же, как у Nord 2 у нас на 65 Вт. Ну, вот так как тут у нас аккумулятор немножко больше, емкость заряжается, он самую малость подольше. Но 35 минут это тоже отличные показатели. В любом случае, в сравнении с Poco F3 тут также такое вот ощутимое преимущество. В общем, и автономность, и скоростная зарядка вас, безусловно, тут порадуют. Итак, друзья, давайте подводить итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным, структурированным и объективным, воспользоваться нашу сравнительной добрицей со всеми характеристиками. Что же я могу сказать про данный аппарат? А то, что это топ, топ за свои деньги. Если вам посчастливилось взять его во время распродажи 11.11, там за 24 тысячи, или даже дешевле, если из Китая заказывали, это мега выгодное предложение. То есть смартфон реально очень и очень хорош. И по сути он является таким вот практически идеальным аппаратом. Из недочетов я бы выделил, наверное, только отсутствие 3,5-метрового джека для наушников. А так, в остальном, каких-то таких вот недочетов в нем нет. То есть здесь нормальный датчик приближения, если сравнить с тем же POC F3. Тут у нас нет проблем с перегревом. То есть смартфон нет ротлет, в играх себя показывают хорошо и стабильно. Нет снижения яркости при перегреве. Отличная автономность, скоростная зарядка. Ну, в общем, реально аппарат хорош. У него запас на будущее года на 2, на 3 и вперед, это уж точно, благодаря 870-му дракону. А плюс здесь хорошая прошивка без там всякой вшитой рекламы. Есть звонилка с записью звонков без уведомления, с кем вы будете разговаривать. То есть это реально очень хороший сбалансированный аппарат. И поэтому я могу сказать смело то, что на конец 2021 года это одно из самых выгодных и рентальных предложений к покупке. Да, конечно, сейчас он подорожал. Но я думаю, что со временем ценник на него опять немножко успокоится и будет немножко дешевле. Мне кажется, вот адекватная нормальная цена за данный аппарат это 1026-127. В принципе, с Китаем можно брать с учетом там налогов, всякое такое. Это адекватная нормальная цена для этого смартфона с этими характеристиками. Так что, блин, аппарат реально крут, реально крут. И я вот сейчас так вот подумал, если бы я себя не оставил в пользовании Poco X3 Pro, я бы, наверное, взял себе этот смартфон. Потому как мне он реально зашел, мне он понравился. Стереозвучание плюс здесь есть, хороший AMOLED-экран здесь и димминг. Это тоже такой вот важный критерий. Ну, подумаю, может быть, все-таки Poco X3 Pro свой продам, оставлю этот смартфон в пользовании. Потому как мне он реально понравился. Своё мнение по данным устройствам пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте. И ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. Ну, а я напоминаю то, что в скором времени будет мега-обзор смартфонов Realme, в котором мы сделаем такую вот битву из 10 устройств. Должны еще там парочка смартфонов для меня приехать, и я займусь им. Также, думаю, что после Нового года будет еще такой вот мега-обзор битва бренда, в котором сопоставим данный аппарат еще с OnePlus 9R. Также, я думаю, что сопоставим с Realme GT, с Xiaomi 11T, возможно, сопоставим. Едет ко мне Моторолка на 870-м драконе. Также Honor 50-й будет. В общем, будет впереди еще много таких вот сравнительных битв с участием данного аппарата. Если хотите ничего пропустить, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. На этом большое всем спасибо за внимание, не болейте и удачи!